Археологический комплекс Звенигорода, Дунинское городище, оказалось под угрозой застройки. Исчезнуть могут и реликтовые леса, и земляные валы, которым тысячи лет. Историки и жители Подмосковья пытаются сохранить уникальную территорию, но тем временем ее уже обнесли забором. О золотой земле Железного века и о том, кто хочет ее забрать. Мой коллега Александр Карпов. Последний шанс взглянуть на ценнейший археологический памятник Подмосковья через забор. Стройка уже начинается, и вскоре комплекс Дунинского городища с трехтысячелетним культурным слоем просто сроют бульдозеры. Мы стоим на памятнике археологии Дунинское городище. То есть вот этот вал прямо? Это вал прямо памятник археологии. Так, и что он сейчас в частной собственности? Да, этот памятник Железного века продан, как и все другие участки на этом берегу. Хотя здесь 25 памятников археологии в паспорте. И участки выставлены в залог банкам для получения ипотечного кредита. И если выяснится о том, что на данных земельных участках есть обременение, и на них строить ничего нельзя, стоимость земельных участков упадет до нуля. Само городище открыли еще в 30-х годах прошлого века. Плюс вокруг пять поселений. А внутри грандиозные, тройные крепостные валы столицы финно-угорского племени. Настоящий доисторический Кремль. Внутри были длинные дома, напоминающие дома иракезов в Северной Америке. То есть у них были многоквартирные дома уже? Да. Дунинское городище было поставлено на охрану в 1995 году указом президента. Так могли выглядеть поселения, по мнению археологов. Исчезновение племени в пятом веке нашей эры – одна из загадок истории. Петр Дервис, внук первооткрывателя городища, сделал в Дунине сотни бесценных находок. Они все-таки собиратели, немножко земледельцы, скотоводы и охотники. Поэтому вот мы конечник стрелы. Стрелы такое видим. А из чего он? Из кости. Характерные предметы для икопской культуры, их называют грузики. Грузики? Да, грузила, грузики. Кто-то говорит, что они использовались для сетей. Если это будет все срыто, если там будет строительство, то мы все это потеряем? Ну, конечно, это будет безвозвратно все утрачено. А в 2006 году случилось странное. Сначала землю вроде тихо сдавали в аренду. Но вот карта археологического комплекса с объектами, подлежавшими охране. А это кадастровый план скоропостижно проданных участков. В администрации Звениграда тогда объяснили все заботой о населении. Бюджет от данных земельных участков получает имущественные налоги. Если мы сейчас начнем отменять все постановления и всю собственность в городском круге Звениграда, то, к сожалению, у нас нечем будет платить за плату воспитателям и детским садам. Я лично ездила подавать документы для того, чтобы наш археокомплекс был учтен при создании нового генплана города Звениграда. Но никаких действий предпринято не было. Согласно ответу Управления культурного наследия, лишь в 2020 году были определены границы охраны памятника федерального значения и только вокруг валов городища. Здесь музей Пришвина, здесь великолепная природа. Понятно, что все, что находится на этой площади, будет все уничтожено. Дунинцы убеждены, все дело в Золотой Рублевской земле и требуют запрета незаконной, по их мнению, застройки берега Москвы-реки. Для нас все это дорого. Настолько, что застройки какие-то не должны были быть здесь. Посмотрите, какие там глубоководные родники. Увы, реликтовый лес, шумевший здесь тысячи лет, похоже обречен. Маловероятно, что новые владельцы земельных участков добровольно откажутся от их освоения. Александр Карпов, Никита Щучкин, Андрей Лапидус, Павел Летников. Вести.